всем здорово пацаны снова у меня крафтер на ремонте хочу поменять ему колодки ручника я не знаю здесь какие колодки в каком они состоянии и поэтому купил новые колодки только китайские как называется называется фрей ну там идут колодки комплект скоб этих комплект пружинок и крючков вместе идет принципе такие средние по качеству но особо здесь и хороших и не нужно главное чтобы было фрикционная накладка более-менее хорошая и подходили по своему размеру вот сейчас собственно буду все разбирать и смотреть что с колодками и поменяю поставлю новые китайские колодки от фрея колодочки вот такие вот кому интересно такая вот у них нумерация вот комплект идет пружинок ну я не скажу что прям совсем фуфил фуфил но более-менее такие приличные вот такая накладка идет прокрашенные крашеные и вот еще даже тут написано номерация там 906 420 03 20 действительно это номер по каталогу или нет я не знаю утверждать не буду написано так в общем цена этих колодок примерно где-то 12 13 долларов где-то до 12 13 баксов они стоят в переводе с тенге сейчас буду менять вот это односкатник и что значит надо сделать надо скинуть скобу суппорта весь суппорт надо отстегнуть там он болтами вот такими вот крепится и сам тормозной диск надо скинуть так но для начала нужно немножечко суппорт разжать освободить то и сейчас вот здесь монтажечкой вот между диском и скобой или колодка засунем монтажку и немножечко вот так вот разожмем освободим суппорт чтоб колодки ослабли сейчас они слишком поджаты и держат основательно вот здесь есть буртик уже такой чуть-чуть слегка выработка поэтому просто так не даст снять надо разжать освободить тогда спокойненько можно будет скинуть и одеть вот сюда вот так аккуратно подсовываем это место и аккуратненько аккуратненько так раз разжимаем смотрите чтобы колодку не повредить просто чисто на кромочку диска и за вот эти усики все он освободился этого будет достаточно чтобы уже скинуть суппорт здесь болты на 21 по моему сейчас их откручиваем скидываем суппорт вот здесь вот такого торакс вот этот болт который прикручивает крепит тормозной диск прежде чем его откручивать надо его молоточком простучать если он у вас давно не откручивался и вы сразу здорово начнете его откручивать то можно грани слезать молоточком вот так раз тык 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 простучали его так молотком раз раз постучали бам-бам-бам и и после уже можно его спокойненько легко сорвать раз и открутили можно скинуть сейчас посмотрим что здесь с колодками ну не в принципе колодки есть здесь есть и они еще хорошие просто не болтается и надо было просто подтянуть ручник колодки хорошие толстые какой смысл менять даже не знаю короче просто нам было просто его ручник подтянуть и все ну ладно так ну в общем то сейчас я скину эти колодки и заодно короче про дефектовку сделал профилактику всему там почищу от ржавчины вот это вот регулирующий механизм разберу почищу уберу все ржавчину чтобы он легко ходил работал вот здесь вот эту пружинку вот эту скидываем пружинку вот и отстегиваем вот эти вот вот эти солдатики отстегиваем раз солдатик и он там снизу второй солдатик колодки тогда вытащим да вот такой вот отверточка под конус хорошо будет скинуть и эту пружинку и вот этот солдатик отстегнуть можно отцепили солдатик и все вот легко его вытаскиваем вот такие пружинки галеные уже такие полузгнившие хорошо ладно поставим с нового комплекта вот эти разница есть да разница есть вот между солдатиками эти уже просевшие и ржавые это новые короче эти и установлю все пружинка упала ну это тоже китайские колодки вон вестер ну накладки здесь толстые широкие короче сейчас я сравню с теми колодками с новыми то что я купил какие потолще накладки те короче и поставлю оставлю но и вот солдатики это я однозначно заменю поставлю новую и вот этот механизм сейчас разберу прочищу смажу чтобы он там был в хорошем состоянии как ни странно но вот эти вот которые стояли колодки они толще и накладка сама по себе длиннее сделано чем на вот этих новых от фрея вот этот вестер вот оказывается получше даже качеством чем вот этот фрей надо же такое сама вот накладка фрикционка так сейчас покажу во первых она длиннее вот она длиннее вот сейчас колодочки вровень вот смотрите видите кончик колодки здесь длиннее у старой чем у новой и и вот здесь длиннее кончик колодки короче я старой колодки и оставляю они в принципе вот и не изношенные пару раз только вот шоркнутые они длиннее и толще чем новые вот эти оставляю только все почищу я меняю комплект пружинок ну и здесь заодно вот сейчас почищу и вот эту звездочку сейчас разберу внутри все почищу и добавлю смазки новый вот такая такая вот синяя смазка манол для подшипников здесь вот промазал все пацаны здесь будет теперь он вечно работать не закореет не закиснет не загниет вот это пас вот эта смазка она высокотемпературная и на холоде она не замерзать не мерзнет в общем нормально будет ходить так раз и вот этот болтся на но все отлично великолепно я зачистил уже всю ружавчину практически сбил большую часть все собираю так ребята вот здесь вот собрал механизм пружинка за колодкой вон там с той стороны и она еще работает как стопор на звездочку не дает звездочки открутиться вон она ее стопорит не с не с этой стороны а за колодкой пружинка вот одну уже эту я вот нацепил уже пружинку сейчас верхнюю пружинку и я вам скажу что она такая достаточно жесткая это и хорошо будет надежней удерживать колодку сейчас вот здесь вот такая тема есть специально для отвертки вот так и нужно попасть вот в эту вот прорезь вот этим вот ушком как раз для отверточки раз так сюда заводим и теперь в песочницу нужно тоже попасть завести ушка а потом легко прокрутим отвертку вот так раз вот она вылезла вот она вылезла ушко и отвертка так раз прокрутили вот и все она здесь стопориться легко и просто без посадишь без ничего здесь крутить не надо вот отвертка раз провернули ушка раз прокрутилась там и отпустили она застопорилась и вот она все как ей нужен так она и сидит ну а сейчас здесь остается тоже немаловажный посадить пружинку пружинка вот здесь стояла такая вот она что-то тут погнуты поставим вот такую новую но здесь это пружинка с лицевой стороны вот здесь цепляем одним концом в одну парись ну а эту каким-то образом пытаемся натянуть в другое ухо другое ухо другое ухо вот здесь так 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 раз 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 готова готова вот она сидит здесь сидит и вот здесь сидит все сейчас накинем барабан и вот этой звездочкой подведем колодки да вот еще барабан точну бороздки вот эти канавки снял чтобы колодки с суппортом хорошо садились когда будете ставить новые колодки тогда этой борозды не будет и она мешать колодкам борозда это не будет и здесь тоже вот точну болгаркой диском так вот эта звездочка вот эта звездочка вот так берем сюда в эту сторону туда вот туда колодки разжимаются если сюда колодки сжимаются так пацаны вот так чуть-чуть еще раз немножечко прям чуть-чуть децел надо вот так крутануть вот так на один зубок и прикинуть диск накидываем диски смотрим как колодки о хорошо колодки подошли вот по диску вы чувствуете и по звуку как цепляет но это еще свободненько можно еще чуть-чуть там трос не будем регулировать его не будем трогать а здесь вот так вот такого вот такого преднатяга достаточно все сейчас диск закроем на болт проверим как работает ручничок прокручивается дерни так натянули железно мертвого отпусти прокручивается дерни о мертвого отпусти все нормалек так ну вот великолепно все будет ручник теперь держать как положено машину уже никуда не откатиться не укатиться так пацаны но вот так уж меняются колодки ручника тут сама основной чтобы работала звездочка регулировка подводки колодок чтобы она не закрывшая не закисшая была и за этим нужно всегда следить сейчас в данный момент я оставил старый колодки потому как они не изношенные и фрикционная накладка толстая как и и положено единственно то что я заменил новые солдатики поставил и новые пружинки ну и еще сделал профилактики подводки колодок вот этой самой звездочки подвел колодочки сейчас конкретно железно держит барабан расклинивает так как ему и нужно на этом все пацаны такой видос ставьте свои лайкосы и сделайте подписку на мой канал пройдете по всем плейлистам там очень много таких ремонтов было сделанной на разные машины возможно что-то для себя подчеркнете интересное и информативное все пока на этом не ломать сломайтесь чинитесь грамотно удачи а